Доброго здоровья! С вами снова Нелнара и Лейне. И сегодня у нас ответы на вопросы. В одном из своих видео за 2013 год Руслан сказал, что людей с уровнем вибрации тела свыше 4, всего 0,5% на Земле, в отличие от 25% людей с уровнем сознания свыше 4. У меня в 2015 году, когда только начал смотреть ролики Руслана и пытался правильно питаться, уровень вибрации тела был 4,04%. Я никогда не курил, очень редко пил крепкий алкоголь, хотя частенько баловался пилом. 25 последних лет из своих 48 вообще не ходил к врачам и не пил таблеток и прочих лекарств. В связи с этим ряд вопросов к Руслану об уровне вибрации тела людей. Действительно ли на Земле так мало людей с уровнем вибрации тела более 4? Чем вызвана такая диспропорция 0,5 и 0,25? 50 раз. Люди с уровнем вибрации тела 4 выше стали рождаться на Земле относительно недавно, несколько десятилетий назад. Вообще-то они всегда были, но процент их был ничтожен ранее, в прошлые последние несколько сотен лет. До этого эти цифры колебались. То есть были периоды, когда люди развивались. Нет, не с несколько сотен, но там опять были колебания. Опять были... Это я говорю больше о тех, кто живет на поверхности Земли. То есть были скачки, были уходы под поверхность, были... Периоды, когда происходили катаклизмы или войны, то это затрагивало как трех, так и четырехмерных людей. И чем больше катаклизм или война уничтожающая, так тем больше она уничтожала тех и других. Хотя трехмерных намного больше. Очень существенно больше. Но последние десятилетия, особенно последние пять лет, как рождающихся детей, так и становящихся людьми, четырехмерными из трехмерных, понемногу, постепенно скорость чуть-чуть повыше, чем ранее. Это потому, что планета все глубже влетает в область Вселенной, в которой... И планеты, и Солнечные системы, в которой... У нас частоты вибрации выше, чем... Столетия назад. Это просто мы проходим через высокочастотное облако с особым состоянием энергии, в котором живут существа высоких... Относительно прошлого, более высоких вибраций. Эти существа очень разные, и они наблюдают за нашей Солнечной системой, которые пролетают сквозь них. И вот этим наблюдением они повышают. Они дают подачу энергии своим вниманием, и это увеличивает частоту. То есть это связано с Великим Переходом, да, и с тем, что люди начинают пробуждаться. Да. Это естественно его... Это вообще-то и цикл, и естественный исход. При наблюдении высокочастотных существ у тех, за кем они наблюдают, повышается частота. Правда, при этом, если какой-то блок есть, то человек либо заболевает, либо травма, либо выбрасывает. Или население. Население... Какие-то катаклизмы происходят, войны в том числе. То есть люди мрут, когда не выдерживают вибрации. Точнее, слово «не выдерживает» не подходит. И эти вибрации ускоряют их стремление, их намерение, их действие по отношению к другим или к себе. То есть если они самозарушали себя или других, они это начинают делать быстрее. Поэтому самоучтожение срабатывает у тех, у кого она в душе. То есть всё быстрее происходит. Кто сам себя воссоздает, оздоровляет, у тех это быстрее происходит. Вопрос был, действительно ли на Земле так мало людей с уровнем вибраций тела более четырёх? И чем вызвана такая диспропорция? Почему четырёхмерно? Потому что ранее, ещё более ста лет назад, таких людей было ещё меньше. Потому что повышение частоты Солнечной системы позволяют рождаться на Земле более высокочастотным душам? Или пропускная способность рождения повышается? То есть более осознанные души приходят, чуть более опытные, хотя таких ещё немного. То есть маленький процент пока ещё, но больше, чем раньше. В каких странах их больше всего? Влияет ли география места жительства на рост или падение уровня вибраций тела? Вспомним, например, долгожители Кавказа. Итак, я сейчас подготовил, я подготовился, чтобы смотреть на страны, и я буду видеть, какие страны высвечиваются больше других или ярче других светят. И сейчас и первое место это Китай. В нём самое большее количество людей с вибрацией тела выше четырёх. И эти люди больше сконцентрированы в горах, особенно в горах Тибета и вокруг, и в других областях горных, особенно высоких. И так же есть крупные города такие люди. И немножко распределены они по вообще по стране, по фермерским хозяйствам, по ещё есть кое-какие там эко-поселения. Есть даже закрытого типа, есть малоизвестные. На втором месте сейчас посмотрим. Индия. Но Индия ещё недавно отставала, но последние десятилетия Индия светится только из-за приезжих в большей степени. То есть её люди туда приезжают близкие к тому, чтобы жить на природе, питаться фруктами. Вегетарианцев туда очень много едет, потому что Индия раньше считалась основной вегетарианством преобладающим. И вот люди туда едут, чтобы жить свободнее. И эти большие часть, большая часть, нет, как раз часть этих людей имеет повышенные вибрации. и только за счёт приезжих Индия занимает второе место. Там есть свои и тоже живущие в горах, и тоже живущие в бунгалах, как говорится, на свободе. Но приезжих там много. вегетарианство Индия очень близко к Китаю по количеству этой светимости. То есть, если дальше стал догонять Китай, если дальше в Индию будет приезжать людей и жить из разных стран просветлённых всё больше, то мне кажется, что Индия может обогнать Китай. Вот такую тенденцию я заметил увеличение светимости. Так, потом Индонезия. И только за счёт того, что туда стали приезжать тоже в последние годы особенно люди просветлённые и же оставаться там жить. Некоторые на месяцы, некоторые на годы, а некоторые навсегда. Вот только за счёт таких людей Индонезия стала высвечиваться. Так, потом Япония. Япония. Сейчас Япония. Япония долгое время держала первое место. Вот если приезжих из Индии и Индонезии убрать, то Япония занимает первое место. А, сейчас Китай. Нет, Китай. Китай первое, Япония второе всё-таки. Нет, они соревнуются. А, если из Китая убрать Тибет, который он раньше завоевал, то Япония занимает первое место. Хотя, я думаю, Тибет ещё будет рано или поздно освобождён. то есть так, потом, а вот следующее получается пятое место, да, вот Россия. Здесь люди как раз концентрированы в крупных городах, они светятся. И есть некоторые очаги в Сибири и на юге России, особенно в районах Краснодарского края, чуть-чуть в Крыму, Южная Сибирь, где эти люди сконцентрированы. Там есть эко-поселение. Это помимо крупных городов есть маленькие очаги с людьми. В эко- и био-поселениях или поселениях нового типа, они ещё по-другому называются, и есть часть из них себя не афиширующие, то есть люди, объединившиеся под какими-то идеями духовными, и если вы принимающими себе кого-то, то очень выборочно, то есть живущими своими такими маленькими коллективами. И на природе есть, закрытого типа есть, просто подальше от шоссе, от дорог, куда ведут дороги поселочного типа. Так, потом Бразилия, там есть очаги, светятся хорошо, но местами. Потом Мексика идёт, там есть тоже очаги светимости четырёхмерными людьми. А вот потом идёт, раньше была Великобритания, нет, так, Франция, Франция раньше была, сейчас Франция соревнуется с Италией, вот у них где-то похожая светимость, Италия, Франция, Великобритания, и сейчас их обогнала недавно Таиланд, только за счёт приезжих, присветлённых, полуприсветлённых, людей, которые любят своё тело и которые стараются питаться фруктами, овощами и жить просто на природе в полуводыхательном режиме, работать фрилансером и другие подобные. Ну, я думаю, хватит, да? Да. Много перечислил. Влияет ли география места жительства на рост или падение уровня вибраций тела? Ну, если вы ставите от этого зависимость, многие люди просто думают, что если я жила на природе или в саду своём или где-то на экваторе, то я бы питалась, питался бы лёгкой пищей. Да, многие люди полагаются на это и ставят зависимость от условий пребывания и жалуются. Я вот живу в холоде, поэтому я вынужден питаться калорийно, жиром, маслом, может быть, даже мясом, и готовить пищу, кипятить там, чай, варить кашу, суп. И если бы я жил где-нибудь на экваторе, я бы питался одними фруктами, я бы был бы быстрее. Некоторые так рассуждают и тем самым они переносят свою ответственность на зависимость от того, где они живут. Хотя некоторые просто делают выбор и пробуют переехать или пожить в этих экваториальных странах или у себя в саду на даче или в их поселении и понимают, что даже живя там, их тянет на то, к чему они привыкли, к чем они питались в городе. И поживя там, некоторые возвращаются к стали видам питания, а некоторые просто возвращаются обратно в город, понимая, что это от них самих зависит. То есть вы выбираете ставить внешние условия в зависимости от того, как вы. Или я понимаю, что да, условия могут помогать и способствовать, но все-таки каждый каждого самого тянет или каждый выбирает, к чему сам тянуться, вот что в основе лежит. Это вы же тянетесь к какому-то питанию, к какому-то отношению, к тому, что излучаете из себя или потребляете или вообще делаете. Это вы автор всего. Поэтому с моей точки зрения все зависит от меня. Пока я так считаю. Но если вы думаете, что вы от кого-то, от чего-то зависимости, зависите, то это ваш выбор. Может быть, вам так проще оправдывать себя. Так вы живете. В идеале уровень вибраций тела должен приближаться к уровню вибраций сознания и быть примерно одинаковым, или уровень сознания всегда опережает уровень тела. А для тех, кто не собирается тут жить свыше 100-150 лет, можно иметь высокий уровень вибраций и при этом стареющее тело... Это уже другой вопрос. Нюс, нюс. Так... Давай еще раз прочитаю. В идеале уровень вибраций тела должен приближаться к уровню вибраций сознания и быть примерно одинаковым, или уровень сознания всегда опережает уровень тела? Нет, не всегда. Зависит от того, куда вы идете. Если у вас опережает, либо вы очень если уровень сознания опережает уровень вашего тела, значит вы либо интеллектуально и сознательно развиваетесь и повысили свой уровень сознания, повышаете, либо просто опускаете свое тело, то есть как-то его гнобите, разрушаете или что-то с ним делаете. Это может означать то или другое, один из двух. Но бывают люди, у которых равен или почти что равен эти два уровня, это как правило у детей, особенно новорожденных, у них изначально выровняет все, а есть люди, у которых уровень сознания ниже, чем уровень тела, это часть тех людей, кто впервые сюда пришел, начинает экспериментировать со всем, что можно и нельзя, всем, чем движется, всем, что можно положить в рот, засунуть в рот или куда-то еще и пробовать делать то, что другие некоторые делают с этим. Это те, кто под сильным наркотическим или алкогольным опьянением, те, кто этим часто занимаются и зависимы от чего-то очень сильно, что не просыхают от этого, те, кто сами себя разрушают, истязают, пытая, ну да, те, кто живут в сильных сопротивлениях, в сильном негативе, у них или это сейчас или те, кто в общем деградирует, те, кто ведет агрессивный образ жизни, например, те, кто старается или автоматически, или у него питание и, например, так, сейчас, вот на войне, на войне, когда у вас хорошо получается все лучше убивать окружающих, и вы становитесь мастером, когда вы на этом фокусируетесь, то вот такой эффект может быть, когда вы себя бережете, а всех, нет, не всех, в восконстрижении на разрушение других, ваше сознание может оттачиваться лишь на умение убивать или умение ранить, и вот это может как раз весьма сильно влиять на ваше сознание так, что оно начинает опускаться ниже вибрации тела, если вы держите свое здоровье за счет того, что разрушаете здоровье окружающих вот такое бывает есть даже но это вообще-то редкость потому что это особый случай когда у человека какая-то психологическая травма и ему кто-то он воспринял что ему кто-то сделал больно его травмировал и он по инерции хочет других травмировать и на этом фокусируется и этим занимается и долгое время тогда концентрация на этом нарушение того что с ним сделали то есть на это еще бывает в тюрьме и в армии вот в тюрьмах некоторые люди и даже на свободе у людей которые концентрируются на криминале воровстве грабеже и только оттачивают эти умения по-другому себя не развивают таких тоже немного потому что даже некоторые преступники в чем-то интеллектуально себя пытаются развивать или разворачиваются к этому здесь по-разному то есть когда ваша концентрация на разрушении других превышает хотя это очень разные души которые просто себя как-то травмировали из перенеся ответственность на кого-то и пытаются травмировать других я сейчас впервые туда зарез в эти дебри вопрос непростой и не все так однозначно как я перечислял это некоторые из тех кого я перечислял это индивидуально надо разбираться с такими таких мало но такие есть в общем это люди самодеградирующиеся деградирующие себя фрагментирующие себя расслаивающие себя и только этим занимающиеся а для тех кто не собирается тут жить свыше 100-150 лет можно иметь высокий уровень вибраций и при этом стареющее тело третьего измерения как у Сэла Рэйчела или Лили Кэролла например ну вы может не собираетесь но вы живете если у вас высокие вибрации а если если у вас высокие вибрации вы живете дальше 150 лет это я имею ввиду так так это уже кого как вообще-то смерти как раз подразумевает или болезни что ваши вибрации опускаются с высокими вибрациями хотя некоторые кармические ситуации бывают когда если вас настигает вас убивают там тоже должна быть причина вообще-то высокие вибрации и болезни и смерть это антиподы я думаю человек имел ввиду что например села рейчела что уровень вибраций сознания высокий но при этом трехмерное тело потому что сам села рейчела имеет лишний вес то есть о таких людях но у него не трехмерное а чуть-чуть повыше но не на пределе так я вообще-то не могу говорить какое у него тело а какие вибрации потому что это его лишнее но у него колеблется там вибрации так но и вопрос то в чем а ну а для тех кто не собирается свыше ста 150 лет можно иметь высокий уровень вибраций и при этом стареющее тело третьего измерения можно да можно иметь вибрации сознания выше чем большинства и при этом стареть болеть умирать конечно можно да какой образ жизни помимо разумеется питания ведет к увеличению уровня вибрации тела какой род деятельности способствует это медитация расслабление релаксация способствует чему какой образ жизни помимо разумеется питания ведет к увеличению уровня вибрации тела род деятельности да род деятельности и какой образ жизни способствует увеличению вибрации тела очень спокойный замедленный вот род деятельности а возделывание сада своего спокойно не торопясь сад огород ухаживание за своим телом за своим домом за садом выращивание своих плодов вот если вы этим живете и только этим и больше у вас других отклонений нету к саморазрушению вот это способствует но это способствует там много факторов род деятельности но это целый комплекс он большой это вообще житие вам бы посмотреть как живут пятимерные существа с которых взяв пример и деятельности образ жизни это целый комплекс это можно перечислять что не делать а вот что делать у нас примеров то общераспространенной жизни это мало но когда вы живете концентрируетесь на себе и на ближних и не переносите на них ответственность когда вы сами понимаете что вы делаете и сами создаете для себя все что хотите или обменивайтесь другими образ жизни связан с расслаблением с полным с отсутствием отрицательных эмоций такие как агрессии страх полностью вы можете так жить если нет то ваши вибрации прыгают скачут даже если вы их поднимаетесь дозы страха или агрессии сразу их резко либо постепенно опускает Руслан о расслаблении о амниитативном образе жизни например возделывание земли выращивание вещей фруктов это часто изнурительный кто ради денег это делает кто чтобы прокормить семью или чтобы у него было больше денег сам себя изнуряет но это же выбирает сам человек если он живет один или он живет со своей половинкой даже с детьми и они довольны тем что у них растет или чем они еще обмениваются они стараются побольше заработать за счет здоровья за счет усталости например не нуждается в таком количестве еды и там тепла и одежды то есть минимум какой-то или не минимум то есть у них дома тепло или они живут на экваторе если им хватает какой-то основной одежды основной деятельности основной еды которой хватает всем если они не гонятся за деньгой то они сами себя не изнуряют это же выбор каждого чтобы иметь побольше люди себя изнуряют чтобы износить люди устают по собственному выбору то есть можно жить спокойно я это экспериментирую я жил сам для себя то есть если вы живете в паре с человеком например вы мужчина и у вас жена капает на мозге зарабатывай больше неси больше вы выбираете жить ради такой жены чтобы себя израсходовать и перевоплотиться снова и такие уроки проходить с такими женщинами я говорю и о некоторых женщинах которые живут с подобными мужчинами которые их тоже напрягают в каком-то другом смысле например делай то или нет они там могут говорить вы выбираете расходовать себя ради них или уважать себя любить себя и учить рядом друг друга жить ради себя чем-то обмениваясь но не в ущерб себе это очень простые формулы жития здорового как внешне выглядит тело растущих вибрациях от четырех и выше у меня например гладкая кожа как у юноши нет прыщей и тому подобное борода у вас растет а усы вот если бы этого у вас не было это кстати да это одни из признаков высоты вибраций когда у вас вот например я в армию попал свои 18 лет у меня борода и усы еще даже что-то там намечалось волосочки они светлые были хотя было принято бриться я там может брился раз в неделю потому что там пушочек такой был у меня здесь вот и долго даже после армии в течение 50 лет я брился тоже раз в несколько дней и только потихонечку у меня стали появляться то есть у меня все попозднее и даже как-то я пытался себе вырастить усы и бороду вот в 2013 году там месяц или два я попытался чинить до трех месяцев довел где-то осень начал земной зимой все-таки побрился потому что мне не получилось вырастить нормальной бороды очень жиденько это чуть-чуть как-то слабенько все росло и ну на сантиметр выросло но это жидко было это одни из признаков того что у вас вибрации но еще повыше чем вот по количеству волос на теле хотя разные части тела могут иметь разное количество волос то есть где у вас меньше волос там и вибрации повыше то есть видите разные части тела могут отличаться чуть-чуть вибрационно отличительные признаки Да, нежность кожи это отличительный признак, гладкость, мягкость, отличительные признаки. Молодость, внешняя молодость, утонченность, отсутствие жирности, подкожной или внутренней, или малый объем мышц, тоже признаки. Малая волосатость. Ну, пожалуй, всё. Основные такие внешние признаки. А там ещё вопросы есть? Всё, вопросы закончились. Тогда мы заканчиваем, да? Если у вас есть вопросы или истории, вы всегда можете написать под видео. И, возможно, мы рассмотрим и вдохновимся на них ответить. На этом всё. До следующих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова